всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу сделать такой расклад не знаю насколько получится который я назвала принятие своей грани принятия своих частей этот расклад подойдет как для мужчин так и для женщин что я хочу посмотреть в этом раскладе я хочу посмотреть какие части себя именно женские мы принимаем либо не принимаем и какие части себя именно в восприятии мужчины мы принимаем либо не принимаем поэтому независимо от вашего пола вы слушаете какие женские свои качества и какие мужские свои качества внутри вас вы принимаете либо нет почему потому что все знают что у нас есть как инь так и я не вот поэтому если вы женщину слушаете и женские и мужские качества и так я думаю мы сделаем две оппозиции наверное давайте на ракурные колоде и коль я в руках держу и поработами так позиция номер один и позиция номер два если что работаем добавлю и на колоде таро темного света и так отодвигая позицию номер два и так первый вопрос что вам в себе не нравится с позиции вашего представления о женщинах сначала то есть у вас есть какое-то определенное понимание как должна выглядеть женщина либо образ идеальный женщины и по какой-то причине вы в себе эту женскую этот женский образ примеряя на себя не принимаете вы какие-то части вас да вам кажется что они не соотносятся не соответствуют вот этому вот женскому образу да даже если вы мужчина все равно у вас есть эти качества либо сути эти качества сейчас мы посмотрим и так что вам себе не нравится с позиции вашего представления о женщинах что вам не нравится но смотрите вам не нравится здесь солнце поскольку мы говорим о негативных каких-то качествах здесь я могу предположить что у вас есть восприятие того что женщина она должна быть мягкой она должна быть возможно покладистой она должна быть как-то в некой тени до отражать своего мужчину как вариант на вот но вы сами в себе не принимаете как раз таки вот это солнце вы не принимаете в себе какие-то лидерские качества возможно вам сложно принять свою эмоциональность в контексте яркости на в контексте броскости может быть вам хотелось бы быть намного проще намного как-то вот спокойнее да не столь выражать себя возможно вы все время попадаете в какой-то просак такое ощущение что всегда вы находитесь в центре внимания на вас обращают внимание в центре обстоятельств какой-то ситуации вот и и такое ощущение что вот на вас все время смотрят другие люди вы как будто бы в центре всего находитесь и вот это вот ваше солнце иногда может быть вам кажется что у вас очень много что у вас наоборот какие-то вот мужские качества лидерские да что вы может быть чрезмерно харизматичны то есть вы не проходите не незаметными да и вот здесь вот вам кажется внутри себя и вы это качество не можете принять потому что в вашем образе на женском это слишком мужские качества слишком активны возможно у вас есть понимание в образе того что женщина она более спокойная и она может быть где-то проходит на каких-то вторых ролях а здесь вы принимаете решение вы лидер вы ведете за собой людей здесь достаточно такие активные может быть вы ведете слишком активный образ жизни да может быть у вас хобби достаточно такие мужские но здесь причина заключается в том что вы себе не можете вам это не нравится такое ощущение что знаете вот есть просто понятие до нормальности да как делать как все нормальные да то есть нормально и вообще как правильно это чтобы мужчина сделал первый шаг на встречу к женщине вам это не свойственно то есть возможно вы как женщина еще женщину слушаю да у вас вы очень активная по жизни очень ресурсная такая и вам допустим понравился какой-то мужчина вы видите что он не делает никакие шаги навстречу к вам и вот и заходя из того что образ дату как себя должна везде же сейчас учит как должна себя женщина вести все такое в вашем случае это не работает вам хочется самостоятельно подойти к человеку то есть чего такого зазорного подойти улыбнуться просто заговорить здесь нет ничего такого позорного условно говоря но это не вписывается в рамки того какой должна быть женщина вот здесь вот из-за этого да у вас происходит некий такой диссонанс то есть как так да здесь идет ощущение первой позиции что он проходит женщины такие некие амазонки да либо если это женская энергия то она такая знаете волевая такая харизматичная женщина неукротимая да который с которой надо еще и побороться дала чтобы что-то сделать то есть здесь очень много силы даже достаточно мужественная женщина который на колени просто так не поставишь под себя не прогнешь человека здесь у женщины есть характер есть стержень и вот в вашем понимании независимо того мужчина вы женщина то есть касательно женщины вот и здесь идет некое такое противоречие и именно вот это качество в себе вам сложно принять вам кажется что она не соответствует вашему представлению о женщине этот расклад вообще направлен на то чтобы здесь нет каких-то советов рекомендаций а просто это расклад направлен на то что а может быть все таки стоит задуматься на том что на тем что нету каких рамок да а почему мне не быть уникальностью то есть здесь задача увидеть эти качества в себе да и принять вот это вот самое главное да цель данного расклада принять это качество не бороться то есть не надо себя ломать не надо в себе что-то менять нужно просто принять то что уже есть заложено вас природой и найти правильное применение тем или иным качеством чтобы они служили вам во благо но не нужно подавлять свое солнце потому что на самом деле вы достаточно теплый человек вам это может быть не нравится иногда здесь минусе может быть вам не нравится что вы чрезмерно эгоистичной бываете возможно вам не нравится что вас становится так много что как будто бы вы может душите другого человека своим присутствием да но это связано с вашим темпераментом это связано с тем что это ваша природа она такая подвижная она такая яркая а у меня возникает ощущение что вы хотите наоборот заглушить не делайте этого это то что вам не нравится теперь давайте посмотрим что вам в себе не нравится с позиции вашего представления о мужчина то есть если вы женщина у вас есть образ идеального мужчина если вы мужчина у вас есть образ того как должен выглядеть идеальный мужчина и у вас есть качество именно вот это вот мужское которое вам не нравится то есть здесь мы смотрели женское теперь мы посмотрим мужское качество которое мы в себе не принимаем а вот здесь смотрите какой интересный момент если вы мужчина здесь переменчивость здесь переменчивость изменчивость может быть есть значит образ того что мужчина должен быть таким выливым стабильным а здесь как раз идет противоречие почему потому что здесь есть некая такая мечтательность есть у вас вот это вот качество не то что вы фантазируете а вы представляете да вот это вот образное мышление она у вас как ваша способность очень хорошо развита вы можете также менять точку зрения вы достаточно нестабильные в контексте того что как будто бы вы находитесь в потоке вот куда вас поток поведет туда вы идете и здесь вы не тот человек который планирует то есть здесь нету какой-то вот стагнации а здесь наоборот человек который постоянно плывет вот куда знаете ветер подует то есть нужно такое ощущение что здесь наоборот вы как мужчина вам кажется что у вас нету внутреннего стержня да то есть если женщина казалось что у нее чрезмерный внутренний стержень то вот здесь вас позиция мужчины наоборот как будто бы не хватает этого внутреннего стержня как будто бы не хватает какого-то якоря то есть на что-то опереться знаете постоянно куда-то меня несет непонятно какая-то неопределенность может быть мечтах как-то витаю а еще вам не нравится и здесь сразу другая сторона медали где говорится что в себе как в мужчине соответственно с идеальным образом мужские качества чрезмерная власть да превосходство возможно над другими людьми да может быть очень сильно проявлено эго это то что вы в себе не принимаете это те качества которые вам не нравится подумайте о них пожалуйста где вы можете их применить и почему вы их нет не принимаете давайте просто посмотрю на тару темного света почему мы не принимаем вот эти вот женские качества и вот эти вот мужские то есть почему мы не принимаем свое солнце как женщины знаете здесь потому что такое ощущение что крутитесь каком-то сценарии как-то по кругу и из-за того что вот вот это вот есть очень яркая такая харизматичная личность вам сложно договариваться то есть такое ощущение что вас просто не понимает что вы разговариваете на абсолютно разных языках с людьми поэтому вот это вот качество яркости вы не можете то есть возможно у вас бывают какие-то идеи инновационные и они не совсем понятны другим людям в том числе и мужчинам то есть как будто бы вы может быть вам говорили что благодаря вам как-то до человек начинает расти выходит на другой уровень и как-то расширяет границы и вот как будто бы вы своим присутствием до заставляете человека меняться и от этого ну вот как-то ваше влияние она доставит достаточно большой на другого человека и поэтому вам возможно указывали на это и говорят о том что так не ведут себя женщины да а больше какие-то вот мужские качества вот это вот ваше влияние слишком слишком она как-то вот мешает и это связано либо нова мешает либо она другим мешает а еще может быть что это связано с выбором вам сложно выбрать да то есть вот эти вот все качества они мешают вам определиться со своим выбором со своими способностями поэтому именно эти качества вы себе не принимаете а почему мы не принимаем мужские вот эти качества которые я говорила да вот это вот нестабильность образное вот это вот мышление на умение менять свою точку зрения как-то да и и и в то же время некая такая властность да когда мы навязываем свою точку зрения с чем это связано почему не принимаете вот смотрите две карты до что 2 что в оракуле как будто пересекается то есть здесь на корабль у нас выходит рецепт жезлов который говорит о человеке достаточно подвижного человеке у которых очень много идей и хочется вам вот это вот мужские качества все их реализовать да здесь очень много огня амбиции желания да здесь иногда вот прям нету постоянства и как следствие возможно у вас и нету и результатов то есть вы хватаетесь за все и и ничего не доводится до конца потому что вам не хватает запала очень быстро перегорается да и вам вот это вот качество себе не нравится а с другой стороны вот это вот властность она у нас выпадает отшельник до краски проявления своего эго вам кажется что у вас чрезмерное эго и иногда вот вы отстаиваете свою точку зрения достаточно жестко что ли и это здесь проявляется в знаниях да когда вы говорите я знаю больше тебя да потому что и больше книг читаю ну это действительно тогда у вас знание есть просто здесь минус в том что вы хвалитесь то будись как будто нет такая гордыня проявляется вот это вот может быть вашим минусом который вы не принимаете а теперь подумайте где вы можете это все применить вот то что вам кажется вам не нравится в себе это негативное где вы можете это применить хорошо идем дальше что вам мешает именно с точки зрения женских качеств то есть что вы в себе не принимаете мы посмотрели а что мешает какое качество вам как женщине мешает петуха знаете здесь действительно женщина скорее всего с такими мужскими очень яркими качествами проходит такой знаете некий вот вы острый на язык да независимо того мужчину или женщину твой острый на язык да или и здесь вы как будто бы провоцируете других людей да вы берете как будто бы на слабо потому что у вас то есть возможности у вас есть способности и здесь такое ощущение что вы являетесь неким таким провокатором и вот это вот вам каким-то образом мешает а почему ну то что именно вы очень часто ссоритесь а вам это мешает знаете на работе то есть у вас есть мнение на все и вы когда начинаете открывать свой рот чтобы кому-то что-то говорить это вызывает какие-то небо в непонятки до муж говорит что у вас проблемы с коммуникацией вот не непонятки на работе да люди вас не понимают и получается недосказанность очень много часто ссор то есть как будто бы вы провоцируете вам мешает вот ваш язычок да он как будто бы он мешает на работе то есть это как-то сказывается на ваших финансах каким образом но вы потом знаете может где нибудь чего нибудь ляпните скажите а потом сами и переживаете по этому поводу да может быть не умеете держать тайны язык за зубами иногда хочется сказать да промолчи ты да это знаете еще может быть так что что вы многое умеете у девятки пендаклей у вас достаточно и знания и опыта но вам хочется знаете как воспринимает вам-то хочется поделиться вам-то хочется сказать что вот смотри я это знаю давай я тебе помогу вот а вас воспринимает как этот каждое каждой бочке затычка да вот куда ты лезешь да все время ты куда-то лезет вот у вас это огорчает да то есть у вас есть чистое открытое намерение да кому-то помочь да поделиться подсказать вот а вы вот все время попадаете в какой-то просак и вас постоянно опускают вас опускает как будто бы найти осаждаю на что ты все время как задира лезешь куда не надо уже сиди спокойно да как выскочка вот это вот вам вам мешает подумайте где правильно вы можете использовать вот это вот свое качество это с точки зрения женщины а теперь давайте посмотрим с точки зрения мужчины что вам мешает это не значит что это для мужчин а это значит что это для вашей мужской энергии сказал и рухнула колода так что вам мешает да вот какие мужские качества а выпала карта разрушения давайте посмотрим в каком контексте в каком контексте вы разрушаете кого-то либо себя о чем здесь речь идет представляете выпала здесь карта разрушения здесь карта башни до разрушения что вам мешает знаете вам мешает то качество что вот я ранее говорила о том что да не доводите дела до конца вот это вот вам и мешает это каким-то образом разрушает если не можете довести дело до конца это может быть если это профессиональная сфера то есть вы начали что-то делать да построили построили и все кажется вот сейчас можно будет радоваться этому делу в его по это все сразу разрушили то есть это одно вот как дети строят играют в кубики на построили ли что-то осталось одна деталька положить они попси разрушили пламать то есть такое ощущение что вы как будто бы недовольны нет удовлетворения от своего собственного творения здесь ощущение если мы говорим о плюсе да что вот вам нравится сам процесс построения а потом вы рушите рушится для того чтобы возводить заново что либо здесь еще может мешать вам то что вы знаете вот как особенно по отшельнику вы выстраиваете отношения вкладываетесь складываетесь а потом вам что-то не понравится и вы в один день взяли рубанули и ушли и человек не понял да почему как вроде бы это как-то может быть терпите терпите а потом в один момент взяли и отрезали то есть вот ваше разрушение не связано с какой-то неожиданностью до с какой-то вот не подвеси у вас какое-то качество такой непредсказуемости что вы непредсказуемые казалось бы что но все же было хорошо все было нормально а вы потом взяли это и разрушили либо вы приходите на работу еще не успели устроиться на работу уже думаете о том как бы перейти на другую то есть вот это вот знаете как у пионеров да вот это вот желание рушить чтобы строить рушить чтобы строить заново тот самый тот процесс как как будто бы вот смотрите как идет до линия здесь корабль да здесь рыцарь жезла в движении да а здесь башни вот как будто бы и вот не сидится вам на одном месте да постоянно хочется куда-то двигать постоянно хочется что-то изучать вот здесь вышел краски по жезла это это который говорит о том что человеку интересно узнавать то есть жизнь для вас она некая такая игра вам все любопытно иногда вы как-то может быть драматизируете какую-то ситуацию да как-то вот и преувеличиваете то есть вот пожизов он познает именно мир через без игру вот ко всему относятся на основе страны как-то легко играючи а с другой стороны кощей что вот у него жизнь это большой театр каждый там я не знаю каждый проигрывает какую-то вот свою роль но здесь дело в том что когда вы что-то разрушаете да как будто бы вы молчите молчите а потом взорвали все разрушили вы через это разрушение что здесь получается вы получаете высвобождаете какую-то дополнительную силу да как будто бы вы получаете удовольствие от того что вы рушите и в этом процессе вы что-то новое узнаете я не знаю как будто вы может быть терпели терпели потом лоб подняли голову что-то высказали человек ушли и вам так легко стало и вот через это вы научились как как например взаимодействовать вот с людьми вот в таком сценарий то есть вот сценарий какой-то разрушения он хоть вам и мешает но на самом деле он достаточно позитивный посмотрите на него с позитивной точки зрения что через эти разрушения вы получаете свою какую-то силу то есть вы как мужчина да вот эти вот мужские качества даже если вы женщина вот мужскую качество вот это вот высвобождаетесь когда вы что-то рушите это может быть как действует так и какие-то сценарии да когда разрушаются какие-то иллюзии да а когда вы высвобождаетесь от каких-то своих оков и двигаетесь то есть ушел с этого места и пошел на другой вот это вот этот процесс высвобождение да он придает вам силы вы как будто бы сами себя упрощаете вот здесь какие-то такие энергии идут хорошо давайте теперь мы перейдем на позитивное то есть а что вам нравится теперь да в себе с позиции вашего представления женщины то есть что вам не нравится мы увидели а что нравится а знаете вам нравится такая красивая карта обучением смотрите вам нравится передавать опыт я же говорю вот знание то здесь много вам нравится либо кому-то учить да либо самой учиться то есть а либо у кого-то учиться да у людей либо вообще изучать то есть обучение оно вам очень близко это ваша природа все время что-то замечать все время что-то изучать новое да может быть какие-то руками как-то да а может пересекаясь мужскими качествами здесь кораблем да а может быть путешествовать да может быть вам нравится изучать новые места да может быть картинки какие-то новые рассматриваете то есть все что связано с обучением либо кого-либо либо самого себя своего внутреннего ребенка вам это очень-очень нравится то есть вот это вот любопытство до желание научиться и вот вам это как качество до женское то есть у женщин есть допустим такая прилегатива да то есть но сила времени может быть да опять таки что женщины большей степени чем мужчина обучаются уделяют этому внимание так скажем да своему собственному развитию вот вы от этого получаете удовольствие там на разные курсы поете на разные тренинги сами что-то читаете изучаете вот вам вот это вот качество очень нравится вы умеете учиться вы от этого получаете огромное удовольствие а что так да а теперь давайте посмотрим у мужчин а что вам нравится с точки зрения с позиции вашего представления мужчина вот она у вас есть а это связано с пищей то есть смотрите если здесь идет обучение да это ментальная пища то здесь и физическая вот вам нравится да очень то что допустим если вы мужчина то за вами ухаживают да вам приготовить приходите с работы например вот этот образ да и приготовили еду это очень так на стол поставили да либо дегустировать какие-то новые пьята блюда то есть вот это вот пища как физическая да для мужчин так и духовно ментальная непосредственно для женщин вот здесь очень хорошо пересекается то есть вам это нравится здесь хорошо поесть вкусно может быть что-то новое попробовать да а здесь что-то новое изучить хорошо а что вам помогает вот ваши какие-то качества в роли женщины и это у вас есть что вам помогает а знаете здесь выпала карта татэ вам помогает сила вот смотрите здесь я говорила да что мужские качества и как-то не очень то вам нравилось на самом деле это вам помогает тотем вам помогает какая-то сила как ваша внутренняя сила так и вам помогают возможно возможно ну духи если вы это практикуете возможно ваши учителя да то есть какие-то ну условно скажем высшие силы то есть есть какие-то силы энергии вне вас да которые вас поддерживают которые вас помогают а если мы говорим внутри вас да то это ваша внутренняя сила ваша внутренняя стержень настойчивость уверенность вот это вот огненность причем смотрите обращаю ваше внимание что у тотема огонь внизу нарисован да а здесь у нас выпало солнце то есть это в принципе является до вашей помощи если бы вы увидели ну вот после сегодняшнего расклада вам я показала то здесь минус на самом деле он не минус он плюс а здесь опять таки если это плюс то в нем есть и минус нету ничего нету ничего отдельно что только это хорошее это только плохое одно без другого взаимодействовать не может то что у всего есть две стороны медали то есть и у этой силы как и у этого обучения да может быть и негативная сторона здесь может быть то что много слишком мучаетесь а толку никакого нет а здесь может быть что эта сила она как раз таки превращается потом вот в эту солнце в яркость да когда очень много знаний она превращается в то что вам потом не нравится на что у вас лидерские как лидерские качества да по солнцу поэтому это одно и то же это обе стороны медали хорошо здесь мужские качества да что вам помогает здесь помогает вратам умение идти дальше умение переходить на другой уровень умение взаимодействовать возможно ну вот здесь больше с тонким планом то есть другими мирами неважно о каком мире идет речь то есть это может быть энергетически информационно неважно то есть умение двигаться дальше да к своим каким-то целям достаточно такая амбициозность уровень и вот здесь вот очень хорошо пересекается да здесь я говорила высшие силы вам помогают либо тотем либо ваша внутренняя сила а здесь непосредственно врата то есть оттуда откуда ну то есть у вас есть коммуникация да у вас есть хороший канал с вашими силами здесь нам показывает и тут нам показывают достаточно сильная позиция хорошо а давайте теперь посмотрим а что вы никогда не пробовали делать независимо от гендерах была карта король так то есть вы никогда не пробовали ввести себя как зрелый опытный мужчина вошел другого карта очень две кармические карты да это верховная жрица и высший суд то есть здесь такое ощущение что вы никогда не пробовали как-то вскрыть в себе какие-то знания родовые либо здесь надо знаете как-то вот переразить есть такое ощущение что вот у вас никогда не было взрослой позиции вот вы никогда не пробовали вести себя как взрослый зрелый человек не как родитель у вас есть качество да как у ребенка достаточно детских таких позиций да либо либо родительские а вот именно как зрелой личности у вас не было и вот здесь вот такое ощущение что вот вам возможно нужно попробовать переродиться получить какие-то тайные знания вот о чем здесь речь идет прекрасно один старший орган за другим вытаскиваю здесь такое ощущение что вот как будто бы вам нужно попробовать идти либо жить по зову сердца то есть так как вам велит ваша внутренняя интуиция ваш внутренний голос то есть такое ощущение что вот вы никогда не пробовали жить в потоке вот проснулись что это да есть у вас эти предпосылки что вы просто изменчивы а это не просто будет сегодня так а завтра так а именно ощутить внутри себя попробовать переродиться попробовать стать взрослым именно с точки зрения того что а что хочет моя душа а как это жить вот как вот я ощущаю да через свои ощущения здесь так говорится хорошо а то что давайте посмотрим теперь то что вы в себе не замечаете вообще никак а вот смотрите у вас достаточно я говорил о знании да и я выпала карта в маске вот вы в себе не замечаете то насколько вы многогранны здесь такое ощущение что у вас как будто бы нет собственных каких-то эмоций и вы воспринимаете мир через призму эмоций других людей мне кажется что здесь такое знаете ощущение что вы считываете хорошо эмоции настроения другого человека и подстраиваетесь под него то есть вы знаете достаточно может быть наблюдательный и вот вы смотрите на человека да и понимаете что вот в этой ситуации надо так себя вести и вы как будто бы одеваете маску и ведете себя она в зависимости от ситуации вы как будто бы не замечаете сколько ролей вы проигрываете в течение дня и тем самым как будто бы вы не знаете себя вы выбираете маску вы выбираете маску здесь знаете что вы не знаете в себе что вы в себе не замечаете вот что вы иногда может быть это и замечаете что вы иногда становитесь манипулятором может быть вы это делаете неосознанно может быть вы в себе не замечаете эту силу и свое влияние на других людей может быть вы не замечаете даже те моменты когда вы заигрываетесь начинаете играть в какую-то роль и заигрываетесь да а еще вы не замечаете что те моменты когда вы начинаете играть с другими людьми в конечном итоге приходите к тому что вы становитесь зависимым от ваших собственных игр то есть да здесь у вас есть папашу жезла вот этого драматическая то есть начинаете вроде бы как кукла вот окончаете как марионетка ну то есть то что вы создаете то вы как-то заигрываетесь в это здесь знаете вы не замечаете своей ценности вот вы растворяетесь как-то вот я опять таки скажу не случайно мне такое ощущение вот вы себя не знаете вот по этому аркану маски посмотрите здесь человек на самом деле он черный да вот это вот пустота на самом деле это мы то есть мы никто вот все что есть эти маски это наша идентификация для социума внутри нас нам не надо знать самого себя мы и так знаем это говорит о том что нам не надо себя представлять как меня зовут кем я являюсь там фамилия какая это все роли если вы на самом деле знаете себя то там пустота там вам ничего не нужно знать о себе ничего не нужно доказывать ничего не нужно чувствовать это все уже есть то есть вот эта пустота это и есть вы я ничто то есть это то что нельзя описать словами потому что любое слово описанное это проявление той или иной маски а вам это не нужно и вот здесь вот это вот глубина и еще и у нас здесь выпадает вы такое ощущение что вы сами не знаете своей глубины вы не знаете своей собственной ценности насколько вы действительно внутри себя богаты и насколько вы внутри ну то есть вы не знаете насколько вот эти все драгоценности присутствует внутри вас то же самое говорит маг о ваших способностях вы они даже и не догадываетесь вы не догадываетесь о своем потенциале может быть стоит об этом задуматься так вот такая у нас была первая позиция обалдеть хорошо давайте теперь посмотрим позицию номер два так это первая позиция позиция номер два что вам в себе не нравится с позиции вашего представления о женщинах я уже говорила в первой позиции если вы не слушали у вас есть представление о себе как о женщине и представление о своем мужчине независимо от пола то есть это мужские качества в кавычках да и женские качества опять таки в кавычках мы привыкли говорить да то есть внутренний мужчина внутренняя женщина у нас есть образ идеал да как должен выглядеть мужчина как должен как должна выглядеть женщина у каждого из нас независимо от пола есть свои идеалы и сейчас мы с вами посмотрим что вам себе не нравится да с позиции вашего представления о женщине то есть как должна выглядеть женщина вы знаете но в себе вам есть какая-то несостыковочка что-то не нравится вы себе как женщина что-либо как женские энергии не нравится то есть если вы мужчина смотрите внутри вас женские качества которые вам не нравятся ну вам не нравится холод холод очень красиво нарисован есть у меня одна такая знакомая ведьмочка которая внешне очень-очень на нее похоже если она смотрит очень-очень так внешне внутренне внешне очень похоже то есть вам себе как в женщине не нравится вот это вот холодность да вот это вот отчужденность да недоступность то есть возможно у вас есть понятие того что женщина теплая мягкая а вот здесь вот достаточно такая холодная достаточно такая разумная прям как королева мечей такая справедливая это вам не нравится не эмоциональная даже здесь скорее всего неумение выражать своих собственных эмоций до чувств давайте уточню как и по первой позиции по этой колоде что именно знаете вам кажется что вот ваша холодность она или холодность не знаю куда правильном дарине она связана с каким-то с какой-то вашей ресурсностью то есть вам не нравится то что вы не делитесь своими ресурсами то есть может быть напрямую как финансы да это также может быть энергетически да то есть вы не делитесь теми эмоциями вам хотелось быть больше такой огненный что ли вот проявленные чувства ваши желания быть более подвижны что ли может быть но не в контексте действий а в контексте энергии да вот это вот ощущение растопить этот лед да прям вот на огонь поставить чтобы все начало кипеть все начало бурлить чтобы вот какие то возможно здесь каких-то качель не хватает что ли эмоций вот что то здесь такое либо наоборот если у вас есть чувства да вы не умеете их выражать вовне вы не умеете ими делиться вы не знаете как правильно применить где можно использовать вот эти вот свои чувственные состояния вот эти как их правильно выразить и это вам в себе не нравится может быть ощущение своей какой-то собственной недоступности да что вот меня надо завоевать да ко мне нужно прийти знаете какая-то такая вот недоступность но она не надменность а именно вот это вот неприступность женская какая-то такая то есть настолько состоятельной где немножко может быть у вас даже и пугает то есть здесь создается такой образ что а как же содержать вот такую женщину сколько денег надо да чтобы она была удовлетворена такое ощущение что вот на вас надо очень много потратить энергии и ресурсов чтобы вас удовлетворить и вот вам вот это вот качество в себе не нравится не то что это так а вы в себе это качество не принимаете хорошо а что вам себе не нравится с позиции вашего представления о мужчинах чрезмерная книга да тайна загадку прям что женские качества мужские они прям идут вот в тандеме что не нравится что вам в себе не нравится вам не нравится какая-то знаете иногда что вас сложно понять вам не нравится какие-то моменты может быть вы недостаточно знаете вам кажется да может быть вы недостаточно мудрее либо наоборот вот это вот ваше чрезмерное знание они как-то идут вам в минус ну то есть говорят ну как ботаник то есть вот чё с ним общаться да это не интересно как будто знание горе от ума давно бы знаю и не очень-то и хорошо от этого становится может быть не знаете где применить свои знания только всего знаете а тут от этого никого нет и вот это вас может злить потому что вы читаете считаете а на практике применить негде да вот вам тяжело вам тяжело от этого становится того что вы знаете может быть здесь даже ваши знания какие-то они и несут себе ответственность но это очень тяжелая ноша для вас каким-то причинам и вот эти вот знания они заставляют вас постоянно меняться поэтому вам не нравится они приносят вас какие-то трансформации то есть что-то узнаете потом вашей жизни начинает что-то меняться и вы устаете от этих трансформаций вам приходится взрослеть а вы этого не хотите вам приходится быть более ответственным человеком вам нужно меняться а вот эти знания вы не хотите перемен просто вы не хотите перемен вы возможно устали уже от этого поэтому вы не принимаете вот эти вот качества хорошо давайте более глубже посмотрим а что же вам мешает как женщине выпала карта ребенка мне кажется пояснять не надо кажется что вот смотрите мужских качествах нам приходится меняться именно от знаний когда мы меняемся мы так или иначе взрослеем да потому что в переменах нам приходится нести ответственность а вот здесь вот падает карта ребенка что нам мешает нам вот это вот наша непосредственность вот эта легкость да мы ее получить не можем и вот есть несостыковка да с ответственностью здесь на заставляет быть ответственно мы не хотим почему потому что вот здесь вот наши женские качества они как ребенок на самом деле и вот это вот детскость иногда мешает дамы вот это вот тазарство может быть где-то на кем-то вы потруниваете может быть подшучиваете да я не знаю может быть иногда делаете какую-то выкидываете какие-то штучки которые от вас не ожидали да ну вам-то это весело смешно вот а вас за это кто-то может быть осуждает их когда ты уже позрослеешь это неправильно да то есть ну может быть детские какие-то моменты делаете ну я не знаю может там с прической захотелось как женщине нам стало там я не знаю хвостики косички и все такое да вот и выбрасывайте что-нибудь такое мы говорим блин тебе уже там 40 лет какие косички что за дела вот и но иногда вам это мешает иногда я не могу сказать что всегда но иногда ну что и какая вот эта детская позиция а здесь еще знаете с чем связано с некой такой двойственности да то есть вы никак не можете определиться ну как маленький ребенок да то есть я не знаю что мне выбрать как как мне быть что мне делать иногда просто суетись вот как маленький ребенок туда-сюда туда-сюда то есть ничего конкретно не делаете вроде бы где-то забегались устались и и и все то есть и день прошел и ничего в принципе не сделала но вот какая-то вот эта вот суета мельчишение какое-то как-то это ну вот в семье в семье это связано то есть как-то не можете выбрать нам может быть иногда даже начинаете играть если у кого есть дети там животное начинается с ними играть и забываетесь да и ну может там обед не приготовили может быть еще что-то вот и не потом как говорится прилетает нагоняет то есть ну как то вот не очень нравится ваше поведение вашим домочадцам да как будто бы может быть даже и выбор не можете сделать может быть это также и связано с вашими финансами вот из-за вашей вот этой детской позиции у вас может быть и не быть денег может быть тратите деньги опрометчиво на те вещи которые вам возможно и не нужны были может быть сомневаетесь на что потратит на себя либо на дом в общем здесь вот такие вот моменты вам вот это вот неуверенность в себе вот это вот метание некая но вам не очень-то и нравится может быть иногда чувствуете себя потерянной да на пути не знаете куда куда двигаться да что выбрать вам очень часто стоять перед выбором хорошо что мешает здесь с точки зрения мужчин а здесь выходит карта безмятежности да такое знаете спокоение на спокойствие здесь как раз и знания ну конечно когда ты читаешь что-то изучаешь тебе нужно тишина тебе нужно спокойствие да и вот это вот мешает только в каком ключе что вам не хватает этого мешает либо чрезмерно где-то иногда впадаете вот в какой-то такую умеренность да вот здесь скорее всего если вы мужчина вот вы очень часто впадаете такую безмятежность не идете не двигаетесь дальше не идете в новое здесь возможно происходит какой-то застой как-то знаете ну расслабились успокоились до тройку коков расслабились успокоились как-то запричевали на своих лаврах и не хочу как-то никуда двигаться и ничего мне не нужно никогда не ограничиваете меня вот здесь вот то что то такое хочу быть свободным ну то есть иногда какая-то лень может быть проходить хорошо а что вам нравится ну вот с точки зрения позиции вашего представления о женщинах что нравится теперь нравится тайные знания да то есть здесь просто книга до изучения а здесь тайные знания вот вам нравится мистика эзотерика здесь вам нравится такое скрытое все непонятное да если вам это нравится как женщина имейте ввиду что вам такие мужчины нравятся которые не многословные которые создают такой образ да что какой-то загадки мистики вот вам хочется узнавать да угадывается что как вот вам такие вот мужчины будут притягивать вас особенно не многословные хорошо с точки зрения мужчины а что вам нравится упорство а вам нравится что вы здесь кстати карта победителя была когда вы принимаете все-таки решение да у вас какая-то это такая сила воли есть и вы можете доходить до вершины вы можете скрутить скрутить любого как говорится быка за рога схватить и довести вот прям до вершины то есть вы цели такие цель направлены да когда вы что-то ставите вы достигаете вам это в себе вот это вот качество очень нравится а что помогает вам как женщине да какие женские качества что вам помогает была крыса здесь хочется сказать какая-то хитрость знаете вам помогают знания ваша ваша мудрость случайно вот вам нравится тайные знания да вот очень глубокие какие-то вам нравится как женщина когда вы ведете какой-то вот этот качество ведете диалог да вы можете как-то не то что удивляйте своего соперника а у вас есть обоснование да вы настолько уверенно можете говорить рассказывать да что люди открывают вот рот да то есть настолько удивляется вашей мудрости да может быть удивляется вашим знанием вашей глубине а а может быть даже иногда удивляются и вашим каким-то идеям быть может даже вы для достижения каких-то своих целей вот как здесь есть упорство да ваше мужское женское а вы здесь проявляете какую-то хитрость да какой-то вот обман но это такое знаете здесь какая-то такая вот хитросплетение идет да то есть вы как будто бы пользуетесь законом во благо себе это знаете вот есть правило а есть какие-то окошко какие-то окошки исключение из правил есть такое ощущение что как-то вы умеете ситуацию выводить таким образом чтобы находить эти исключения из правил и оставлять всех как говорится с носом оставить всех с открытым ртом как-то вы смогли это все провернуть вы смогли это все сделать как вы могли реализовать да добиться вот это всего а что помогает вам как мужчине да ключи смотрите как пересекается да независимо от того здесь получается так что женщине помогают мужские качества мужчине каким-то образом помогают женские качества что здесь ребенок и здесь дурак да то есть вот прям очень и очень хорошо пересекаются ключи здесь решение решение вам помогает умение решать сложные задачи вы находите ключи конечно потому что у вас есть знания да с мужской точки зрения у вас есть с одной стороны вот это вот безмятежность то есть вам дается время на то чтобы вы как-то подумали сели не торопились да как-то вот размеренно и нашли вот в своих вот этих знаниях и пониманиях ответы на вопросы вот вам помогает умение здесь только мага не хватает умение находить сложные решения решения на сложные задачи колесничьи вот прям знаете вы ставите цель и решаете идете прям к ней напролом конечно здесь женские по женской линии да вы умеете собирать нужную вам информацию да умеете планировать и вот опять вот была карта умеренности здесь безмятежность здесь умеренность умеете находить золотую середину здесь такое ощущение люди какие-то знаете в тихом омуте как говорится чертевается кажется такая вот холодная спокойная мудрая все такое но то что кипит внутри этого человека никто не знает что там в этом омуте хорошо что вы никогда не пробовали делать независимо от того какие мужские и женские что вы никогда не пробовали делать давайте посмотрим знаете вот вы никогда не пробовали плести вот независимо от того что здесь я сказала что вот вы как-то можете находить окошко да вот во всех этих исключений да исправил как-то но вот вы никогда не придавали людей у вас нет этого как вы не умеете плести паутину вы не умеете вот быть вот у вас очень много способностей вы очень глубокий человек у вас есть знания у вас есть там вы никогда не делали что-то такое за спиной сирена вот вам никогда не хотелось кого-то обмануть вот вам не хотелось никогда как-то вот вам доверяли да какие-то тайны вы не хотели никому рассказывать ну то есть это вот вообще не ваше да и выпадает дьявол то есть мы никогда не хотели никого не привязать никогда не хотели не сделать но вот как будто вред какой-то да за счет кого-то выйти это вообще вот эти вот все такие темные вещи это не про вас вы никогда этого не хотели делать не старались и не стремились не стремились идти к власти да вы не стремились как-то завлечь партнера в своей сети хитрым путем и потом как-то манипулировать управлять это вообще не про вас здесь нет ли вы не хотели кому-то давать допустим обещание и потом их не сдерживать почему потому что у вас есть правило да вот вы достаточно такой моралист если можно сказать да человек живущий по правилам для вас это важно то есть вы соответствуете каждой буквой закона это вот такое ощущение что этот ваш принцип то что вы себе не замечаете знаете карта гнездо я первый раз слышу вы не замечаете в себе насколько вы такой семейный человек здесь вот вот именно семейные какие-то качества может быть вы не замечаете в себе насколько вы связаны с природой может быть вы не замечаете даже то что вот здесь вот была двойка педакли да когда мы не могли определиться с выбором а у меня такое ощущение что вы уже пришли к никому такому баланс потому что здесь выпала карта баланса вы в себе этот баланс не замечаетесь такое ощущение что она он уже меня не ударились нет такое ощущение что у вас уже есть этот баланс но вы его в себе почему-то не замечаете вот вы не замечаете свою внутреннюю красоту вы не замечаете то насколько вы прекрасны и вот здесь вот звезда и холода вы как-то это видите почему-то как негатив но на самом деле это и становится таким притягательным моментом вот смотрите я говорила то что вам нравится когда мужчины да например тип такой мужчин либо женщин которые не многословны да вот а и здесь была карта тайных знаний да но на самом деле вот то что вы притягиваете это есть внутри вас и вам поэтому нравится то есть вы по сути может быть не совсем многословный человек я сейчас имею ввиду что вы не совсем даже открытый если вы общительны но вы не совсем открытый для других людей и вот это вот звезда некая отдаленность до некая холодность она не связана с тем что у вас какие-то проблемы и какие-то сложности просто это черта вашего характера вам нравится быть таким человеком не то что вы создаете образ до некой недоступности нет сказать что это ваш темперамент а если здесь по первой позиции были огненный люди то здесь вот этот вот знаете больше вода и воздух на то есть да есть коммуникация но по делу да вот здесь проходит не знаю я сказала самом начале мечевая королева то здесь это либо кубковые люди проходят либо мечевые либо связь между ними хотя здесь начале выпадали пендакли как ресурс но это не вы не пендакли вы человек вы больше человек такой достаточно логик достаточно аналитик поэтому вы в себе не замечаете вот эту вот прелесть что вы создаете какой-то образ неосознанно на такой некой недоступности и она манит на самом деле может быть вам и говорят что я вас не понимаю но вот и вот как звезда да есть какая-то красота в этом вот на самом деле вы не видите что либо сейчас вас ведут либо вы уже встали на путь развития именно понимание вот своей ценности потому что здесь у меня выпал паш пендакли то есть такое ощущение что вы в себе не замечаете свою собственную ценность кто вы есть на самом деле в чем ваша ценность за что у вас любят за что у вас уважает то есть сами себя за что вы любите выпала карта радости да и вода ну вот смотрите здесь я сказала холод на ну то есть как меч вода ну вот вы такая есть холодная и водная то есть достаточно чувствительный эмоциональный человек независимо того мужчину вы или женщину вот вы умеете радоваться но вот в это как-то все скрываете внутри себя потому что еще не совсем понимаете свои ценности еще не совсем себя раскрыли либо наоборот как-то знаете бережно относитесь вот к своей ценности и не хотите всем это показывать почему потому что дорожите потому что боитесь что разрядка говорится как по крысам разнесут все к чертям ничего не останется здесь вот так да что если вы откроетесь попадете в некий такой капкан на поэтому вы бережно относитесь к своим собственным ресурсом но сейчас вы изучаете их но вы пока еще не замечаете своей собственной ценности вот такая вот у нас была и вторая позиция давайте радость карту радости постовую сверху чтобы перекрыть все эти энергии я надеюсь вам понравился этот расклад буду ждать ваших комментарий как я говорила по первой позиции скажу и вам что он был направлен на то чтобы мы смогли заметить как наши какие-то негативные качества то что вам не нравится то что вы в себе не принимаете что вам кажется что мешает на самом деле это ваш ресурс а то что вы действительно считаете что вам нравится что вам помогает это порой может обратиться вам и и минус а поэтому если вы переслушайте еще раз свою позицию вы увидите что у любой позиции есть две стороны одной медали и только вы решаете на как и что можно использовать вам во благо расклад был направлен именно на понимание осознание этих качеств и принятие то есть после того как мы понимаем эти качества мы понимаем где их можно использовать нам во благо да что минусы на самом деле не минусы а плюсы на самом деле не такие-то и плюсы и то что мы о себе не знаю и то что мы никогда не пробовали здесь тоже с этим можно с этими пониманиями можно как-то поиграть для себя для того чтобы расширить границы познания самого себя я благодарю вас за внимание жду ваших комментариев насколько вам этот расклад понравился потому что каждый раз расклады новую колоду я получаю работаю с новым колодом и каждый раз расклады получаются немножко иными трактовки стали другими и вообще я ощущаю себе какие-то новые энергии а поскольку я являюсь транслятором то информацией о которой я говорю то и расклады становятся иными мне интересно понять как вы считываете энергию да насколько она вам ложится не ложится насколько приятно неприятно потому что энергия от меня еще стали исходить абсолютно иные напишите в комментариях как вы считываете энергию а я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока